Итак, мы продолжаем с вами рассматривать. Теперь уже французский журнал 1937 года. Вот так он называется, да? В прошлый раз остановились на пальто отороченной, с воротничками отороченной, каким-то мехом. Сейчас я показываю вам тоже пальто, платье-пальто, такие костюмы. Посмотрите, практически совсем нет брюк. Это вот горжетка какая-то, лиса, видимо, лежит у нее на плече, да? Да? Совсем нет брюк. Опять же, широкий плечевой пояс, что сегодня актуально. И я вас призываю, полненькие мои дамочки, да? Не бойтесь четкого графичного красивого плечевого пояса. Чем он более четкий, этот плечевой пояс, тем больше вытянутый прямоугольник удается создать. И тем вы становитесь уже. А если он вот такой вот покатый, размытый, создается силуэт не вытянутого прямоугольника, а овала, и вы кажетесь еще более широкой, там, где бы вы не хотели это видеть. Поэтому плечевой пояс, четкий и графичный, это наше все. Посмотрите, какая красота. Полупальто, юбочка тепленькая, жакет, полупальто, это сарафан, видимо, какой-то, да? Что нам не сделать? Жакет, сарафан. И не пойти вместо пуховика на улицу вот в такой вот одежде. Вот. Любуйтесь, любуйтесь просто на эти картинки. Очень много твида, клеточки очень много. И как гармонично подбирается в тон этой клетки, успокаивает ее уже что-то однотонное. Так, здесь опять, смотрите, пошли воротнички, отделка воротничками. Посмотрите, какой интересный рельеф по спинке на пальто. Посмотрите, какая интересная вот здесь вставка на платье. Как интересно это все можно обыграть и сделать. Как прекрасно сочетаются ткани компаньоны. Вытягивает любую полненькую фигурку, вытянет вот этот силуэт. Я потом тоже порисую вам все эти вещи, чтобы вам было интересно смотреть и наблюдать за этим всем. Трансформировать вот это в сегодняшний день и использовать на себя, на нас, на все, когда талия уже у нас не такая широкая. Посмотрите, как здесь интересно решено. Вот такой вот рукавчик, который переходит куда-то вот сюда в горловинку. А из-под него, из-под кокетки, рукав переходит в кокетку. А здесь идет вот такой рельеф и нагрудная выточка переведена вот сюда. Тоже интересный такой элемент. А здесь интересный элемент. Посмотрите, какая кокетка. Вот такая вот интересная. На юбочке вот такая интересная кокетка повторяется. А из каждого шва, видимо, какое-то расклешение небольшое. Вот этот наш любимый рукав, который очень удобный, очень комфортный и хороший. Смотрите, кокетки, кармашки. Вот такие интересные. Опять рукавчик пышный вверху, спокойный к низу. Здесь наоборот гладкий вверху, расширенный к низу. Очень много на юбках вот таких складок. И длина какая, да? А в этих складочках, вернее, ну да, видимо, складки. И там внизу расклешение или складки все-таки. Вот эта конкретно складка заложена. Вверху застрочена, внизу открыта. Почему сегодня нам не делать такое? Силуэт будет узкий, казаться. А вот эти складки, застроченные до определенного момента, до колен, чуть выше колен, они будут нам давать движение. Мне очень нравятся вот такие вот вставки, игра с полоской. Да, смотрите, здесь так полосочка, здесь вот так полосочка, на рукавчике в другую полосочку. Вставка, вставка, застежка, какой-то воротничок. Мы забыли об этом. А ведь, тем не менее, это, смотрите, как разнообразит нашу простую, в общем-то, достаточно лаконичную форму. Посмотрите здесь, как интересно вот это все сделано, какая вставочка. Ну и какой-то воротничок они придумали. Поддержали вот это такими вставками с переходящими в складки. Тут, видимо, карман здесь, переходящими в складки. Тоже очень интересное решение. Ну, полюбовались? Переходим дальше. Я не буду длинные видео снимать, чтобы не утомлять вам. Лучше поменьше и почаще буду их показывать. Опять, смотрите, какая вставочка по центру. Вот такая вставочка по центру. Вот такая кокеточка интересная. И дальше идут рельефы. Посмотрите, чтобы не сделать вот такую кокеточку нам. Тоже очень хорошо. Тоже очень хорошо. Вот опять застроченные складки. Внизу они расходятся. Здесь удлиненный жакет. И какие-то карманы. На карманах тоже что-то сделано. Здесь эффект ГД небольшой. Пожалуйста, мягкие формы. Небольшой эффект ГД. Воротничок вот такой. Вот довольно-таки плоско лежащий, отделочный. Вот и все. Вроде бы все просто, но как это красиво. Правда? Я думаю, что всем вам тоже это очень нравится. Ну, давайте вот с этой картинки начнем в следующий раз. Всем всего доброго. Пишите свои комментарии. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова